Как вы относитесь к сегодняшней власти в России? Критично. Критично. Я думаю, что в сравнении с Ельцином, с эпохой Ельцина, это регресс. А с символом того регресс, это дело к Ходорковскому. Не понимаю, почему у Путина такая месть личная просто. Не могу того понять и думаю, что это с его стороны абсолютная ошибка. Месть по отношению к кому? К Ходорковскому. Это все видят. То есть это политически вы считаете дело Ходорковского? Ну, вы думаете, что кроме Страсбурга это можно считать по-подругому? Есть такие возможности. На Западе они, возможно, просто ничего не понимают с того, что происходит в России. Они боятся России. А я не знаю. Конечно, не надо говорить, что Путин это второй Талин, что Россия идет в Новый 37-й год. Это абсурд. Но надо, если ты друг России, тебе надо откровенно сказать, что это плохой путь для страны. А ведь Путин объявил своим преемником Борис Николаевич Ельцин. Это правда. Я думаю, что это была не первая ошибка в политической карьере Ельцином. Он сделал великую вещь. Он уничтожил большевизм, как проект. Путин сделал великую вещь. Он стабилизировал страну. Да. Но проблема, что потом? А потом и Ельцин делал ошибки, и Путин ее делает. А вернется Путин, как вы думаете, Владимир Путин, к власти президентской или нет? Не знаю. И не знаю, что будет, если он вернется, и что будет, если он не вернется. Все возможно. Россия это такая страна. Все возможно. Да даже и перемены к лучшим. В России все возможно. Как говорил Корней Иван Чуковский, в России надо жить долго. Да, это правда. А вы абсолютно правы. И не говори где-то в Украине, почему все эти так умные тексты подписывают. То есть Корней Чуковский. А все плохие Корней Чук. Именно поэтому, наверное. И его еще. Его гениальная дочь. Лидия Чуковская. И разговоры с Ахматовой. Гениальная книга. Вы любите русский литература? Очень, очень. И потому я и русофил, вполне что это редкая птица. Есть много людей, не любит Россию литературу. Такой, кто мне это сказал, открою, но я русофил, редкая птица. Это, наверное, в том числе из-за Катынского дела. Мы не случайно сейчас в новом здании мемориала находимся. Мемориал последовательно и настойчиво требует от России признать преступления советских военных в отношении поляков в Катыни. Но прокуратура пока на встречу особо не идет. Надо долго жить, оживем. Но вот Польша, наверное, это одна из самых болезненных в отношении России. Что касается истории, да, абсолютно. Потому что это такая очевидная ложь через много-много-много лет, в которой участвовали все. Да даже и Запад ничего не делал про Катыни. Ведь и ялтарские... Соглашение, да, Ялта? Да, это уже был проще к Катыни. Это... Это был фундамент коммунистической власти в Польше. Не потому, что убили людей, а потому, что правда была запрещена. Вы говорили про польских интеллигентов. В книжке пишите о том, что не сладко им приходится сейчас. С одной стороны, тоталитаризм, с другой стороны, католическая церковь. А что русским интеллигентам делать сейчас, вот в нынешней России? То, что делают интеллигенты из мемориалов. Защищать правду и защищать человеческую свободу. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.